Ежегодный семейный фестиваль «Город детства» прошел в городском округе Люберцы. Это уже седьмой по счету праздник, организованный сообществом «Мама офлайн», который дарит положительные эмоции, сюрпризы и подарки всем участникам и гостям. В этом году в программе мероприятия много нового. Наш корреспондент расскажет все подробнее. Местом проведения седьмого открытого фестиваля «Город детства» стал Центральный парк «Люберец». Гостей праздника встречают на главной сцене юные артисты округа. Вдоль аллеи проходят мастер-классы для всех желающих. В этом году тематика посвящена профессиям. Каждый может почувствовать себя турагентом, мастером по маникюру и даже судьей. У нас юридическая станция. Я сама юрист со стажем 20 лет. Я очень люблю, у меня тоже есть двое детей, и мы часто рассуждаем, когда читаем сказки, о правах, об обязанностях героев, о том, какие ситуации возникают. И поэтому мы на нашей станции решили с детьми тоже играть. Задаем им вопросы, чьи права были нарушены, у кого какие обязанности. Потому что детям нужно об этом знать, и через сказку они это лучше понимают. Всего на территории парка работало 15 таких станций. Мастер-классы проводили представительницы сообщества «Нежный бизнес». А на сцене тем временем встречают участников карнавального шествия. Здесь можно встретить известных сказочных героев и легендарных поп-звезд. Мы немножко отошли от нашего традиционного парада колясок. Мы сделали чуть шире наш возраст участников. И у нас сегодня большое карнавальное шествие. Сегодня члены жюри выберут самый лучший костюм. Соответственно, там будет три критерия оценок. Мы сведем общую таблицу и найдем победителя, который сегодня получит подарок. С подарками ушли не только победители и призеры конкурса, но абсолютно все, кто пришел на фестиваль в необычном костюме или наряде. Каждому участнику карнавального шествия вручили дипломы, а также памятные и сладкие сувениры. После награждения состоялся традиционный заезд на самокатах.